Сегодняшний день в понимании этого заболевания и каковы перспективы лечения и излечения данного заболевания. На самом деле, вряд ли кто-то из пациентов или из нас хотя бы раз в жизни не испытал изжогу. Но изжога как основной симптом гастроэзофагального рефлюкса и рефлюксная болезнь, это немножко разные аспекты. И как это видит современная медицина, как классифицирует международная классификация болезни, я тоже это упомяну. На сегодняшний день цели лечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни четко определены, они понятны. Это купировать симптомы и обеспечить заживление слизистой в пищеводу. В долгосрочной перспективе задача предупредить аденокарциному пищевода, которая достоверно ассоциирована с этим заболеванием, и не допустить развития пищевода Барретта. И последнее, что наиболее важное с точки зрения рутинно практикующих врачей, это предупредить рецидивы рефлюксной болезни. Почему? Потому что на сегодняшний день практически врач может сталкиваться с тем, что назначает правильное курсовое лечение рефлюксной болезни. А через два месяца, через месяц или через неделю к нему пациент возвращается и говорит, что пока принимал лекарства, все хорошо, бросил принимать, все плохо. До каких пор их принимать? И, в общем-то, алгоритмы на сегодняшний день, да, тема рефлюксной болезни звучит на всех международных конференциях, на гастро-неделях европейских, американских. И вот эти 15 лет интенсивной работы вокруг проблемы, они не пропали даром. Действительно разработаны алгоритмы. Алгоритмы ведения пациентов с ГЭРБ. Но мы знаем с университетских учебников, что изжога может быть симптомом чего? Язвенной болезни, хронического гастрита, может быть эпизодическим симптомом. И, в общем-то, если изжога является составляющей синдрома диспепсии, то есть есть изжога, есть абдоминальная боль, то пациента уже надо вести по алгоритму не рефлюксной болезни, а диспепсии, где на первый план сейчас выходит значимость наличия инфекции хеликобактер пилори. Ведь на сегодняшний день уже не столько зависит лечение заболеваний желудка от кислотности желудка, сколько от того, там есть инфекции или нет инфекции. Потому что разработаны сильные, эффективные кислотоснижающие препараты, которые блокируют и стимулированную кислотность, и назначив которые, уже не надо переживать, в том числе в отношении каких-то диетических рекомендаций для данного пациента. Кроме того, масса пациентов, она, к счастью, небольшая, но это пациенты, как правило, проблемные, которые имеют рефракторную ГЭРБ, то есть стандартно назначаемая терапия ингибиторами протонной помпы в комбинации с прокинентиками или без них не помогает. Не помогает, и результат получается неудовлетворительным. В алгоритмах сегодняшних звучит необходимость поддерживающего лечения рефриксной болезни, то есть назначается курсовое лечение ингибитором протонной помпы и поддерживающая постоянная терапия. И человек получается в той же ситуации, в которой находится кардиологический больной, принимающий препараты пожизненно. Конечно, выполнение пациентов этих рекомендаций оставляет желать лучшего во многих случаях. Много случается консультировать пациентов, где в качестве якобы комплексного лечения назначается много препаратов, и, к сожалению, мало внимания уделяется общим рекомендациям. И вот эта полипрагмазия, на объяснение необходимости назначения какого-то препарата тратится время, и это время воруется, к сожалению, с позиции объяснить, как правильно жить и питаться. То есть полипрагмазия – это отдельная проблема в лечении рефриксной болезни, равно как и отсутствие эффективного лечения даже в типичных случаях, и вроде бы мы все правильно поставили диагноз, но типично правильно назначенное лечение не помогает. Что определяется сегодня гастроэзофагальной рефриксной болезнью? С 2006 года, ну, в Монреале в 2005 году было озвучено, в 2006 году опубликовано то, что рефриксная болезнь – это состояние. Ушли от термина хроническое рецидивирующее заболевание, потому что сегодня изжога есть, мы пролечились, какое-то время ее нет, потом оно опять появилось, и вот американцы, в частности, и вот эксперты глобального консенсуса остановились на том, что надо это назвать как перманентное состояние. Но, собственно, рефриксной болезнью называется та изжога, которая причиняет беспокойство. И отсюда был сделан вывод, что если пациент пришел к врачу, то это рефриксная болезнь. Значит, изжога причиняет беспокойство и нарушает его качество жизни. Соответственно, врач уже должен действовать по алгоритмам не тем безрецептурным аптечным, которые прописаны, которые известны каждому из пациентов, а действовать по алгоритмам конкретно лечения рефриксной болезни. И что еще надо сказать, что статистика, мы всегда где-то ратовали, что наша статистика недостаточно ловит этих больных, что многие больные уходят под шифром хронического гастрита, а в действительности имеют рефриксную болезнь. И вот те 5%, которые дает статистика в Украине, распространенность рефриксной болезни, это оказалось очень близкая к правде цифра. Почему? Потому что вот те 18-40% распространенности ГРФ в популяции, это телефонные опросы. Это позвонили, спросили, есть изжога, нет изжога, задали стандартные вопросы опросника, таким образом популяционное исследование провелось. А заболеваемость, то есть обращаемость к врачам с изжогой, причиняющей беспокойство, как раз и в мире составляет порядка 6%. Есть разница между формами рефриксной болезни. Мы знаем, что есть эрозивная форма и неэрозивная. То есть эндоскопически позитивный вариант и изжога эндоскопически негативная, когда во время эндоскопии мы не видим никаких эрозий, и даже вот то, что описывают эндоскописты катаральный эзофагит, который не подходит ни под одну классификацию, мы не можем назвать достоверным признаком того, что в пищеводе есть какие-либо изменения. Здесь особенности есть и возрастные, и гендерные, но на самом деле надо сказать, что важно, что с возрастом частота тяжелых форм рефриксной болезни увеличивается по нескольким причинам. Во-первых, то, что пожилые люди, имея полиморбидное состояние, меньше склонны лечиться, в том числе против рефриксной болезни. Во-вторых, менее чувствительна слизистая оболочка, и уже человек не обращается к врачу с какими-то, казалось бы, незначительными симптомами. И третье, что нарушена трофика слизистая, нарушена ее генераторная способность, и эрозии прогрессируют быстро, занимают большую площадь в пищеводе, и язвы пищевода, это, как правило, язвы пищевода пептические, как правило, прерогатива людей после 60 лет. На сегодняшний день, вот, Американской гастроэнтерологической ассоциацией разработаны алгоритмы, которые позволили бы рационализировать диагностику рефриксной болезни. И в основе этого по-прежнему стоит то, что изжога и рефриксная болезнь – это, прежде всего, клинический диагноз. То есть на основании симптомов, в типичных случаях, диагноз может быть установлен с высокой достоверностью. И эмпирическое назначение лечения, когда нет тревожных симптомов, когда это лечение не повышает риск осложнений каких-либо у пациента, это приемлемая ситуация. Так называемый тест ингибитором протонной помпы. То есть появилась изжога, обратился к врачу, назначен ингибитор протонной помпы, изжога прошла, рефриксная болезнь подтверждена. Если нет коморбидности, если нет наших других клинических каких-то воззрений на то, что пациента надо обследовать каким-либо образом. Опять-таки в американских рекомендациях было указано то, о чем мы говорили много раз, что рентгенография как одномоментный метод не может быть методом диагностики рефлюксной болезни. Почему? Потому что после глотания бария рефлюкс является обычным постпрандиальным феноменом. Точно так же, если есть спазм в области воспаленного пищевода, вот этого феномена может не быть. И рентгенография еще раз указывается, что это не метод диагностики рефлюксной болезни. Важна дифференциальная диагностика между кардиальным происхождением загрудинной боли. И вот что важно для семейного врача, для врача общей практики, если есть какая-то сложность или очередность, или очередь на эндоскопию, и эндоскопия должна выполняться на сегодняшний день по протоколу совершенно иному, чем мы привыкли, то есть должна быть проведена эндоскопия, биопсия и гистология. Плюс тест на хеликобактер пилори. Без этих методов информативность очень страдает. И этим объясняется то, что 70% эндоскопической картины мы получаем абсолютную или приблизительную норму. Поэтому и с точки зрения рациональной диагностики, эндоскопия необходима при наличии тревожных симптомов, или есть пациенты, у которых мы подозреваем высокий риск осложнения, или подозреваем, что, ну скажем так, разрешается любое клиническое видение врача, если ему эндоскопия нужна, то можно ее делать. А вот контрольная эндоскопия, если типичная рефлюксная болезнь, если назначенное лечение купировало симптомы, не надо делать повторную эндоскопию. И как правило, мы это знаем и не назначаем пациентов. Как правило, пациенты и не приходят на нее. То есть здесь для нас американская ассоциация Америку не открыла. Углубленная диагностика ГЭРБ, которая относится в основном к специализированным гастроэнтерологическим клиникам. Зачем она нужна? Ну, прежде всего, в рамках предоперационной подготовки, где надо документировать рефлюкс для того, чтобы провести операцию по фунду аппликации, нужно провести PH или импеданс PH-мониторинг. Второе. Монометрия пищеводная. Это метод измерения давления в области нижнего пищеводного сфинктера. Этот метод важен для хирургов, когда проводится фунт аппликации, для того, чтобы создать в манжетке антирефлюксной необходимое давление, для того, чтобы иметь меньше послеоперационных осложнений. И по поводу пищевода Барретта, если есть эндоскопические признаки пищевода Барретта, желательно проводить NBI эндоскопию, желательно, вернее, всегда надо проводить гистологию и хромоэндоскопию окрашивать слизистую оболочку. Зачем? Затем, чтобы впоследствии провести либо фотодинамическую терапию, либо на сегодняшний день широко уже в Украине доступна эндоскопическая резекция или радиочастотная абляция слизистой. То есть, как раз-таки углубленные специфические мероприятия проводятся на небольшом проценте пациентов. И вот еще важный момент, что скрининг на хеликобактер пилори, он не рекомендован при ГЭРБ. Почему? Потому что хеликобактер – это не причина ГЭРБ, и это не причина отсутствия ГЭРБ. Но если есть соответствующие показания в контексте хронического гастрита, описанные мастерским консенсусом, то хеликобактер надо диагностировать и лечить, но не в аспекте гастрозафагальной рефлексной болезни. Я не могу достать воздействие, чтобы я не знаю, как и на хеликобактер пилори. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Значит, извините, смотрите, на сегодняшний день я поставил вопрос о перспективах излечения ГЭРБ. Как раз вот в отношении этих пациентов, которые задают вопрос, доктор, это у меня навсегда или это временное состояние? Ну и надо посмотреть, какие на сегодняшний день существуют терапевтические и хирургические мишени в нашем лечении. Дело в том, что традиционная гастрозафагальная рефлексная болезнь, поскольку и симптомы и осложнения вызываются секрецией кислоты и попадением ее в пищевод, считалась кислотозависимым заболеванием. Так вот, в общем-то, это озвучено было не первый раз в 2014 году, потом в 2015 году уже повторяли, что кислота – это всего лишь наиболее удачная мишень для терапевтического лечения ГЭРБ. Потому что только блокируя кислоту, мы можем и обеспечить снижение риска осложнений, и заживить эзофагит, и полностью убрать симптомы. Тонус нижнего пищеводного сфинктера. Это по-прежнему является интересным аспектом, в том числе для применения препаратов прокинетиков. И казалось бы, если причина ГЭРБ – это нарушенный антирефлексный барьер, то логично применять прокинетик для того, чтобы повысить тонус нижнего пищеводного сфинктера. Но, к сожалению, исследования говорят о том, что в монотерапии прокинетики неэффективны, и в комбинированной терапии они тоже должны применяться только по показаниям, в том числе, поскольку причиной возникновения симптомов является замедленная эвакуация из желудка, так вот как раз докупировано вот этой замедленной эвакуацией. Ну и известная, общеизвестная причина рефлюкса зафагитов – это грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Понятное дело, что этиотропное лечение здесь будет фундаппликация и круророфия, то есть закрытие вот этой диафрагмальной грыжи. Что мы имеем на практике, о чем говорит нам доказательная медицина. Симптомы ГЭРБ – это то, с чем к врачу обращаются далеко не сразу. Известный айсберг Касла, в 1983 году его описали, что действительно подводная часть айсберга – это те люди, которые, прислушавшись к рекламе «Знову почия при имирении» или у соседа послушав, что он пьет соду, тоже долгое время делают над собой мероприятия общеизвестные, общепринятые, используют методы народной медицины. Мы видим только надводную часть айсберга – пациенты амбулаторные и пациенты стационарные с осложнениями. Поэтому еще в 1999 году было рекомендовано, что лечить пациента с ГЭРБ надо по стратегии «step down», то есть от наиболее эффективных препаратов к наименее эффективным препаратам. Но на сегодняшний день немножко есть изменения в этих аспектах. Вот этот слайд, извините, задержали. Десять лет назад стратегия «step down» выглядела следующим образом. Назначался ингибитор протонной помпы, после достижения клинического эффекта переходили на более щадящее лечение с H2-гистаминоблокаторами с переходом на прием антоцидов по требованию для купирования изжоги. На сегодняшний день пересмотрена стратегия «step down». Уже нет здесь препаратов других групп, кроме ингибиторов протонной помпы. Назначается полная доза, которая составляет, как правило, одна таблетка один раз в день, с переходом на половинную дозу. И если такая опция является достаточной, то наименее агрессивный вариант лечения, агрессивный в кавычках естественно, это ингибиторы протонной помпы по требованию. Почему? Потому что доказательная медицина сказала, что в случае применения такой стратегии высокий риск появления рецидива. Эта стратегия обеспечивает рецидивы в очень низком процентном случае. Ингибитор протонной помпы позволяет решить все задачи, которые мы ставим при гастроэзофагальной рефлексной болезни. Вот собственно в контексте названия конференции «Человеке лекарства» наверное уже много лет, не один десяток лет ингибиторы протонной помпы вот эти четыре плюса везде имеют. Заживляют слизистую, предупреждают осложнения, купируют симптомы. И пригодны для поддерживающей терапии, причем считается наиболее безопасным из реально действующих препаратов на сегодняшний день. Рациональное лечение ГЭРБ заключается в том, что вот принципиальное отличие от прежних рекомендаций то, что курс стартовый при рефлюксе зафагите не четыре недели, а восемь недель. В восемь недель курс лечения ингибитором протонной помпы. Причем нет достоверных различий вот после восьминедельного курса в заживлении зафагитов или устранении симптомов в отношении того, какой ингибитор протонной помпы вы применяете. И есть даже создана специальная институция в Соединенных Штатах, которая изучает клиническое превосходство. И в целом-то молекулярные и фармакокиметические особенности ингибитора протонной помпы, они разнятся очень серьезно. Врач их должен знать. И вот в Штатах этот институт клинического превосходства рекомендует, что врач выбирает сам ингибитор протонной помпы на свое усмотрение в зависимости от конкретной клинической ситуации. Тем не менее, общие рекомендации никогда не содержат какого-либо коммерческого или брендового названия ингибитора протонной помпы. Важный момент. Однократная доза перед первым приемом пищи. Для того, чтобы повысить эффективность, можно дозу удваивать, давать вторую таблетку. Вторая таблетка дается перед обедом. То есть перед завтраком и обедом. И это дает как раз максимальный антисекреторный эффект в первый день. Препараты генерации, которые пошли после омепрозола, они имеют более гибкую привязку к приему пищи. И поэтому там 30-60 минут, это не всегда принципиально. И даже если в первый день лечения пациент забыл принять таблетку перед едой, а принял ее после обеда, то в течение 3-4 дней, в зависимости, конечно, от молекулы, которые мы назначаем, антисекреторный эффект устанавливается стабильным и достаточным для заживления эрозии. Мы можем иметь много предпочтений молекул ингибитора протонной помпы. Все их, я уверен, кто занимается гастроэнтерологией, все молекулы в своей практике используют ежедневно. В свое время наиболее назначаемой, наверное, в Украине молекулой был рабепрозол. Но некоторые, наверное, все-таки экономические соображения стали актуальными, поскольку дорогой, оригинальный, условно дорогой препарат Париед стал менее доступен всем нашим пациентам. А хороших других рабепрозолов я не встречал, если честно. Это мое мнение, может кто-то скажет другое. Но Париед своего рода давно стал эталонным препаратом. Почему? Потому что это самый сильный антисекреторный эффект. Самый сильный антисекреторный эффект имеется в виду с первого дня лечения. Практически в два раза выше, чем рабепрозол, чем омепрозол, чем эзомепрозол. Видите, здесь отношение во сколько раз эффективнее. 1,8, 1,6. Омепрозол взят за эталон. Единичка. Вот по сравнению с омепрозолом, 1,82. В то время как пантопрозол, препарат, который тоже наиболее популярен и назван наиболее гастроспецифичным, там ОПХ селективности много говорил, он имеет наименьший антисекреторный эффект и его эффект является наиболее отсроченным. Вот почему, если мы применяем, скажем, ту же схему антихеликобактерной терапии, где эффект с первого дня нам важен. Лично я склоняюсь к молекуле пантопрозола реже всего. Почему? Потому что к тому моменту, как он начнет действовать, курс уже будет заканчиваться и, соответственно, антибиотики подействуют в два раза хуже, чем должны. Поэтому вот молекулы рабепрозола и эзомепрозола, они являются наиболее сильными антисекреторными составляющими. И повторюсь, что рабепрозол, я не могу назвать никаких других, кроме париета, пригодного для лечения кислото-зависимых заболеваний или проведения эрадикации хеликобактер пиори. В последнее время много говорится о фармакогенетике, фармакогеномике. Да, в общем-то, из университетской скамьи мы знаем, что есть быстрые метаболизаторы, медленные метаболизаторы среди наших пациентов. И, естественно, для ингибиторов протонной помпы, быстрота наступления и длительность антисекреторного эффекта зависит в том числе и от того, насколько быстро наша печень устранит эту молекулу из организма. Ну, или в других аспектах переведет ее в активную форму. Так вот, рецидивы гастроэзофагальной рефлексной болезни наступают быстрее у быстрых метаболизаторов. То есть, как только ингибитор протонной помпы прекратил свое действие, наступает рецидив. Это проблема. Это проблема, которая находит свое решение в увеличении частоты, увеличении дозы приема ингибитора протонной помпы. Это, конечно, кандидаты на постоянный прием ингибитора протонной помпы в качестве поддерживающей терапии. И что важно сказать, что опять-таки для париета, для рабепрозола, та же проблема у нас техническая, в наименьшей степени, в связи с тем, что в печени метаболизм всех лекарств происходит с системой цитогрома П450, а париет имеет не ферментные пути метаболизма, не печеночные пути метаболизма, то взаимодействие межлекарственное, скорость метаболизма, она не зависит от генетического паспорта пациента, не зависит от того, насколько быстро данный пациент метаболизирует лекарства. Вот это как раз исследование, показывающее то, что генетический полиморфизм при применении рабепрозола, именно париет использовал, во всех исследованиях, которые по рабепрозолу опубликованы, использовался оригинальный, рабепрозол, париет. То есть нет достоверных отличий между быстрыми, промежуточными и медленными метаболизаторами по проценту заживления, эрозий при лечении ГЭРБ. Поэтому на сегодняшний день париет я бы характеризовал как наиболее предсказуемый и своего рода наиболее эталонный по силе действия ингибитор протонной помпы, поскольку, во-первых, это наиболее сильная и наиболее быстрая блокировка кислотопродукции. Второе, это наименьшая зависимость эффекта от особенностей печеночного метаболизма и, в общем-то, здесь можно сказать, что если не помогает париет, то, наверное, дело не в кислоте и, наверное, ингибиторы протонной помпы как класс в данной ситуации не очень подходят. И появление симптомов, их кислотозависимость в этой ситуации становится маловероятной. Современные рекомендации указывают некоторые особенности, которые мы должны знать при лечении ингибиторами протонной помпы. Во-первых, если на ингибитор протонной помпы пациент отвечает, но симптомы полностью не уходят, то возможно добавление препарата. Если симптомы ночные, то препарат вечером, если симптомы независимы от времени дня, то препарат добавляется вторая доза перед обедом. При отсутствии полного ответа на ингибитор протонной помпы, наверное, наиболее соглашусь с этим, что надо пересматривать диагноз. Это может быть загрудинная боль функционального происхождения, это может быть загрудинная боль вертеброгенного происхождения, ну и, конечно, кардиальная загрудинная боль. А пациент трактурует ее как изжогу. Далее. При наличии частичного ответа на ингибитор протонной помпы разрешено и рекомендовано повышение дозы препарата или замена препарата. Ну вот на сегодняшний день мы, я не знаю, я сталкивался много раз, может быть, вы тоже, с тем, что применяя препарат мы не можем быть уверены в том, что это партия препарата некачественная, это сам препарат нерабочий или это диагноз не тот. Так вот, допускается замена препарата и, наверное, вот если я перед этим говорил о париете, замена на своего рода брендовый, во-первых, препарат, оригинальный препарат и наиболее сильный препарат. Вот если эта замена дает эффект, то на париете пациента и оставляем. Если эта замена эффекта не дает, уточняем диагноз. Если симптомы ГЭР появляются через некоторое время после завершения основного курса лечения, то или есть разивный эзофагит или пищевод барита, необходимо обязательно нужна поддерживающая терапия. Но если 5 лет назад ее рекомендовали только в постоянном режиме, почему? Потому что если мы отменим препарат, то рецидив в любом случае будет и статистика об этом говорит. Сейчас немножко рационализировалось это и опять разрешили прием препарата по требованию. Как на практике мы поступаем чаще всего? Ну, учитывая фармакокинетику препарата, после завершения основного курса лечения в случае появления изжоги, мы назначаем тот же париет по требованию. При изжоге и на следующий день перед завтраком. Как правило, 2 дня, ну, может быть, 3 дня приема препарата обеспечивают редукцию симптомов минимум на 7-10 дней. Вот такой режим приема по требованию, он оправдан с точки зрения, на мой взгляд, и экономики, и рациональности, и, в общем-то, он даже психологически не нагружает пациента. Ну, американская гастроэнтерологическая ассоциация указывает прямым текстом, что ингибиторы протонной помпы безопасны для беременных пациенток, если есть показания к их применению. Ну, поскольку в инструкции ингибиторы протонной помпы беременных стоит в противопоказаниях, тут уже мы рискуем, поскольку идем против инструкции. Хотя все на наше соображение, естественно, если речь идет о желудочно-кишечном кровотечении, какой бы там риск ни был, ингибиторы протонной помпы надо применять. Ну, есть исследования о том, что это безопасно, и вот американская ассоциация об этом уже четко заявляет. Пару слов о моторике. На сегодняшний день прокинетики являются только дополнительной терапией. И только в той ситуации, когда диагностированы не проблемы в тонусе нижнего пищеводного сфинктера, потому что влияние на него прокинетика очень спорно, а диагностирована замедленная желудочная эвакуация у пациентов с сахарным диабетом, у пациентов с избыточным весом и висцеральной формой ожирения. Это очень частая ситуация, и там приходится добавлять прокинетик. Таким образом, я уже говорил о мишенях терапевтических при гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Здесь добавил в перспективах излечения две. Висцеральный жир, висцеральная форма ожирения, которая коренным образом меняет анатомию пищеводно-желудочного перехода, исчезает угол желудка и вероятность рефлюкса увеличивается. То есть пациенту надо похудеть, убрать висцеральный жир. Если есть метеоризм, по какой-либо причине хронический панкреатит, синдром раздраженной кишки или функциональной заболевания, надо бороться с этим. И остается хирургическая мишень грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая, кстати, может быть вторична. В результате воспаления в пищеводе мышечные волокна продольные сокращаются, и пищевод может выскальзывать между ножками диафрагмы. Поэтому в любом случае лечение идет стандартным. Статистика говорит, что после фунда аппликации 40% пациентов вынуждены принимать ингибиторы протонной помпы. Поэтому если он не соблюдает правильный режим рационального питания, если он не худеет и не борется с висцеральным жиром, то операция, наверное, ему и не показана, и стоит склониться к постоянному приему ингибиторов протонной помпы. Рекомендации, которые важны, общие – это похудеть, а вот рекомендации исключать специфические виды пищи, она на сегодняшний день свою актуальность полностью потеряла. Почему? Потому что четко говорится, если у пациента есть изжога на продукт, он его исключает. Если нет на продукт из запрещенного списка, скажем, на кофе, то необязательно решать его такого удовольствия. И не надо рекомендовать его кушать те продукты, которые есть в наших стандартных диетах, скажем, бананы. Потому что бананы тоже могут вызвать изжогу, усугубляя и вздутие живота, и существенным образом влияя на моторику желудка. От себя, скажу, есть внепищеводные проявления ГЭРБ, бронхиальная астма, кашель, рефлюксларингит. Но здесь мы стали, гастроэнтерологи стали своего рода такой вот мишенью для того, чтобы направлять всех пациентов, включая скариоз зубов. Что говорит доказательная медицина? Что, во-первых, это маловероятные случаи. Во-вторых, что типичное лечение ГЭРБ противорефлюксное с помощью ингибиторов протонной помпы тоже не всегда помогает. И третье, что таким больным не надо всем делать эндоскопию. Терапия ингибиторами протонной помпы показана тем пациентам, у которых мы можем диагностировать рефлюксоассоциированный бронхоспазм, которые имеют типичное проявление болезни. То есть те, у которых есть изжога. То есть для того, чтобы достигнуть бронхо-вызвать или гортани вызвать ларингит, кислота должна пройти через пищевод. Соответственно, изжога у такого пациента будет. Поэтому хирургические методики тем паче не должны применяться у таких пациентов, если они не отвечают на ингибитор протонной помпы. Выводы. Выводы на сегодняшний день я бы сформулировал так же. В отношении перспектив излечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Созданы совершенно четкие и объективные рекомендации по лечению. Они заключаются в том, что необходимо и достаточно применять монотерапию в виде ингибитора протонной помпы в течение 8 недель. Вероятность снижения рецидива тем выше, чем больше пациент прислушивается к выполнению общих рекомендаций. А именно, правильно питаться и похудеть. Фундаппликация также приближает перспективу излечения. Но если пациент после операции возомнит то, что ему можно кушать все и так, как угодно, он все равно получит изжогу и будет вынужден принимать лекарства, либо повторно оперироваться. В отличие от предыдущих рекомендаций, ингибиторы протонной помпы опять разрешена вот эта рациональная терапия по требованию. То есть после основного курса возникла изжога, принимаем препарат, нет изжоги, не принимаем. В компетенции врача общей практики вполне могут находиться типичные случаи, поскольку монотерапия ингибитором протонной помпы в течение недели дает практически полный регресс симптомов, особенно при применении эталонных препаратов. И если какой-либо, будем прямым текстом говорить, дешевый препарат или генерический препарат эффекта не дает, можно попробовать поменять его на оригинальный и более сильный, в частности на париет. Если это не поможет, то тогда уж точно дело не в кислоте. Благодарю вас за внимание.